Касана 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 А я их сейчас буду переучивать. При этом вы будете выглядеть, может быть, умнее меня, может, глупее. Давайте разберемся. Значит, это будет серия мини-фильмов. Называется «Мини-фильмы о невежестве выпускников кемерезов и обнений других персонажей». Почему я так написал? Потому что они этим гордятся. Там мелькали слова «Мы выпускники», кто-то, когда от наук, и главное, что каждое образование. Куда оно его довело? Далеко ходить не надо. Первую попавшуюся взял и написал. Вот это вот письмо человека, который... А там миллион сто тысяч подписчиков, и люди просят помощи. Они-то думают, что им правда помогут. Как они помогают, вы сейчас увидите, узнаете. Столкнетесь с страшным невежеством. А на чью сторону встать, пожалуйста. Мой брат потом будет эти фильмы, ссылки на эти фильмы размещать. Там же у них на канале. И реакция будет. Уже была. Но реакция какая, значит. Попробуйте сами. Итак, женщина пишет. Уважаемые садоводы, что может быть с абрикосом? Прошел небольшой дождь, и на тебе, пожалуйста, что за заболевание? Как думаете, чем обработать? Вы сейчас скажете, не я ли сам ли это придумал? Внимание, переключаемся. Во-первых, сейчас вы увидите, сейчас или потом, чтобы вам интереснее было. Вот это мой канал, где я впервые выступил насчет оскорблений. Смотрите. Так, убираем рекламу. Вот, называется. Вот так вот. Дальше пока не будем. Вот. Теперь мы приходим к ней в гости. Хоть нас туда вроде бы как, но не верю напускать, но мы и спрашивать-то не будем. Правильно? Поехали. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Ладно, нам спешить некуда. Нам спешить некуда. Вот она. Смотрите внимательно. Если там плохо видно, а я же не зря вот это сделал, смотрите. Видите? Вот это. Я просто как бы укрупнил. Уважаемые садоводы, если плохо видно, то здесь школа садоводов Андрея Туманова, Теряна Наталья Рязанцева, Ануфриева. 13 июля, миллион, в общем почти миллион сто тысяч подписчиков. Уважаемые садоводы, что может быть с абрикосом? Прошел небольшой дождь, и на тебе, пожалуйста, что за заболевание? Что думаете, чем обработать? К нему три фотографии. Вначале я их покажу вот так. Почему? Это оригинал. Посмотрели? Посмотрела Ольга самая большая ненавистница семи железов. Причем злобная ненавистница. Вот. Да, абрикос собирается помирать. Ну, вы уже догадались, правильно? Вот. Тем, кто не догадался, вот вам помощь. Ирина Хабарова. Скобка все низкая. Сложно сказать. Кстати, ничего сложного нет. Попробуйте опрыскать. Ну, а дальше идет одно название, второе, третье. Я не буду это читать. И, наконец, наша Ольга Исакова, я так и написал, что в тот раз это был бенефис, когда она выглядела настолько бледно, что после этого должна была просто исчезнуть. И вот она пишет, посмотрев на эти фотографии, без лабораторного анализа не определить ВИЛТ, запятая, бактериальный рак, запятая, бактериальное увядание, запятая. Очень грамотно. Короче, что делает человек? Вот. Я взял и скопировал. Смотрите. Это им такой прием недоступен. И так вы видите более наглядно. Согласны? Да просто увеличил картинку. Вот. Видите? Вот этим вот завязчивым листьям можно найти десяток названий болезней, как они это делают. Но ни одно из них не правда. Это не болезни. Запоминайте на будущее. Вот. Грибы – это не болезни. Грибы делают свою законную работу. Вот. Еще раз смотрите. Мы посмотрели специально, растягивая удовольствие. Прошел небольшой дождь. Что за заболевание? Повторил специально. Снова повторил. Сложно сказать. И снова повторил. Без лаборатории не определить. А теперь смотрите. Мы с вами нормальные люди. Мы, как ты говоришь, с академией не кончали. Я еще больше увеличу. Потому что люди занимаются тем, чем они вообще не разбираются. Смотрите. Ну, поглядели. 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 Так. Я железов. Извините, я не генетик. Чего у меня морду тычет. Что я не генетик. Делится на два класса. Это в реальных садрах. На бактериальное и условно на грибковое заболевание. Причем, видя облепленные грибами листья или стволы, считают, что это болезнь. На самом деле, они только едят то, что им положено. А бактериальное лечение не подлежит. Что она должна была, Исаака, бы сказать. Если бы маленько разбиралась, она бы сказала так. Первое. Если я угадал это бактериальное заболевание, ну, можете считать, дерево уже ничем не спасешь. Спасения от этого нет. Вот. Это не я придумал. Это мировая наука. Вот. Но это не главное. Главное, что дерево заболело. А вот это последствия болезни. Оно ослабло. Вот когда вот такие дамы, как Ольга, вот это вот смотрят, как сказать, пальцем в небо тычет или еще куда-нибудь, да? Вот. Они не могут принять простые вещи. Им показали фрагмент дерева. Дерево больного. Что мы тут видим? Да ничего мы не видим. Запоминайте. 90% деревьев, именно абрикосов, потому что яблони, это, может, 30%, 20%, груш, это 50%, 70%, абрикосов 90%. Причина их смерти, по моей статистике, Железова, который был в сотнях садах, который давно стал экспертом, которого не надо быть генетиком, чтобы увидеть гниющую корневую шейку. Я сейчас вам... Нет, нет рассказать. Дело в том, что есть анекдот, который, ну, прям подходит к этому. Я уже раз рассказывал, ну, извините, кто смотрит мои часто, мои фильмы. Приходит бабушка к доктору, а доктор сидит и пишет. И не глядя на бабушку, буркнул. Бабушка, раздевайтесь. Бабушка разделась там на кушетке, повернулась к нему спиной, задом и нагнулась. Доктор, наконец, оторвался от своей пистанины, поймется к ней и охораченно спрашивает. Бабушка, что это с вами? А что вас болит? Она говорит, зубы. А почему вы стоите в такой странной позе? Ну, как? Корни зубов-то, наверное, там. Вот. И вот я хочу, чтобы вы поняли. Всегда, когда увядают деревья, особенно касаются груш и абрикосов. Вот. Ищите причину там. Чуть ли не в заднице. То есть, причина там, где самое такое место, переход. То есть, граница. Земля-воздух. Вот это и есть самое опасное место. Вот там чуть-чуть, если саженец посадили, чуть-чуть на сантиметр заглубили, через 2-3 года в среднем выглядит такая картина. И спасти его невозможно. Потому что корневая шейка и основание штамба чуть выше. Вот, допустим, сантиметр вот этот. Он будет гнить и ничего вы с этим не поделаете. Где-то держатся деревья, где, допустим, чуть посушит климат. Чуть уже не суглинок, допустим, а супец. Там уже как-то более такая рассыпчатая почва и легко пропускает воду и не держит ее в качестве болота. Вот. А мы-то этого не знаем. Она нам ничего не рассказала. Она не сделала фотографии основания штамба. Вы должны были сказать, Ольга, это на будущее. Потому что я уже убедился, хоть вы уже опозорились несколько раз, но вы отсюда не уйдете, я не знаю почему. То ли вам деньги платят. Вот. Вы должны были писать. Пункт первый. Прислите фотографии со всех сторон, всех видов. Второе. Расскажите саженец этот, откуда вы взяли. Может быть, он как раз тот самый, как мне говорят, Ольга Костяновича. Дважды я обращалась, женщина с русской фамилией предлагала крупную партию саженцев из Испании, из Италии. Ой, из Италии. Вот. И мы же не знаем, а они не сразу могут помирать. А где-то на второй-третий год. А мы все дожди прошли. Конечно, дожди бывают кислотные. Я бы поверил, что дождь виноват, если бы не вот это вот. Еще раз. Вот это поймите. Нужна история болезни. Теперь понял. Ой, как я дурак, извините, дураком себя обозвал. Я не догадался написать слово. А вы, Ольга, записывайте, потом пригодится. Вы же будете еще давать советы. Пункт второй или третий будут выяснять так. Нужна история болезни. Откуда взялся саженец? При посадке обрезали или нет? Обычно они обрезают, и он уже обречен. У него, когда он при посадке не обрезанный, не хватает сока, вы кормите с коричневым корнем, и он постепенно приобретает такой вид, потому что не хватает питания. И где-то в середине, вот это да, такое происходит. Вот здесь прекращается сокодвижение. Все, дальше не может. Но тут еще и ниже выглядит довольно. Мы еще те две фотографии толком не разглядели. Вот. Ну, тут толком не разглядишь. В общем, информации было мало. Дать точный ответ нельзя, кроме одного. Никакие анализы. Господи, Ольга, исполнил за ваше отчество. Вот. Вы что сделали? Вы ее куда послали? В какую лабораторию вы ее послали? Ну? Вы просто взяли, отмахнули. Человек попросил помощи. Еще допускаю. Теперь. Вот здесь вот, отрежете. Все. Тут уж никуда не денешься. Вот здесь вот, отрежете. Так. При этом, оставшийся соком, может быть, чуть-чуть перераспределится. Вот здесь можете еще половину отрезать. Вот. Потому что явных соков не хватает. И оставшийся, может, каким-то образом еще дотянут до зимы. Ну, а там, какая судьба? Бактериальное заболевание не лечится. Вот тут, хоть и тут она права. Только вот определить невозможно. Значит, помощью от нее человек не дождался. Вот. Ну, хотя бы в следующий раз будете писать. Пункт второй. Нужна история болезни. Нужна фотография со всех сторон. Откуда взяли происхождение саженца. Обрезался или нет. Он явно не обрезался. Вот тогда это будет это. Вот. Ну, а сейчас будет следующий фильм. Вот таких фильмов. Вот. Мы уже с вами проходили. Вот здесь вот так опозорились. Но это постепенно. Я бы не говорил такие грубые слова. Но вас оскорбили всех. Мичурина, моего брата, моего сына. За что? Меня. Только потому, что они догадались, что это. Ладно. Интригу это будет ниже. Вот это и есть первая серия. Вот такие мини-фильмы. Потом общий заголовок. Вот. А потом мой брат, которого это грязными словами обзывали. Все это выставит. У вас там. Видя ссылку. Кто захочет, тут посмотрит. У вас есть еще модератор. Он может все это банить. Но дело в том, что им нужны скандалы. Им нужно привлекать внимание. Поэтому мнение железного хозяина лучшего сада, у которого такого позора не было никогда и не будет, это уже чего-то стоит. Так. Благодарю за внимание. Продолжение следует.